По инициативе Союза пенсионеров России в Липецке прошла встреча с руководством страны, представителями министерства и ведомств Российской Федерации. Свой вопрос правительству удалось задать и делегату от Нинницкого округа. В эфире программа «Актуальное интервью». У нас в гостях председатель регионального отделения Союза пенсионеров России в НАО Римма Костина. Римма Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас у нас в студии. Вы и есть тот самый делегат, который принимал участие в поездке. Расскажите, какие наиболее актуальные темы были подняты на этой встрече? Вы знаете, у нас было две встречи. Первая встреча была с членами правительствами, руководителем правительства нашего. Меня больше всего интересовала вторая тема «Старшее поколение активное договорение», потому что примерно года два назад на форуме Народного фронта, на площадке «Социальная справедливость». Я задавала, задавала я Топильну Максиму Анатольевичу вопрос, в новой пенсионной системе не пострадают ли пенсионеры с севера? Потому что сразу речь шла о том, что будет зависеть от стажа работы. Государством определено в условиях Крайнего Севера, в экстремальных условиях, стаж работы 15 лет. Таким образом, пенсионеры-северяне проигрывали в получении пенсии по количеству, по сумме, по отношению к другим жителям России. И вот сейчас я постаралась одной из первых задать ему вопрос. Будет ли в новой пенсионной реформе учтены интересы северян? То есть государством определено в экстремальных условиях стаж работы 15 лет. И будут ли насчитываться баллы конкретно? Если он, допустим, проработал 20 лет, то будет считаться 30. А если он проработал 30 лет, будет ли считаться 45? И вы знаете, я даже специально выписала, как он ответил. Он ответил, что они долго думали над вопросом о северянах, и потом все же они решили северян не трогать. Потому что вот он сохраним все о севере, не разрушая. Это, я считаю, очень правильно, это болезненный вопрос, потому что северяне, нынешние пенсионеры, конечно, разведали и стали добывать те богатства, которыми сейчас живет Россия, нефтегаз. А вот наши дети и внуки, они сейчас работают на севере, продолжают добывать богатство для всей страны, для всей Российской Федерации. И было бы несправедливо, если бы они пенсии получали бы меньше, чем пенсионеры средней полосы или юга. Поэтому я считаю, это самое главное, что я могла узнать на этом форуме. Но вот этому результату предшествовала какая-то работа. Вы где-то поднимали еще этот вопрос? Да, мы вообще-то поднимали эти вопросы, когда у нас были пленумы. У нас ведь Рязанский очень хороший руководитель, и, знаете, он следит, чтобы была обратная связь. И когда какие, он же по социальной политике в Совете Федерации, и когда решаются какие-то вопросы, мы на пленуме поднимаем эти вопросы и обсуждаем. И поэтому пенсии северян я поднимала вот, ну, постоянно, потому что это вопрос волнительный. Не должны получать северяне столько. Условия труда у нас очень-очень непохожие на трудности на юге. Условия жизни. У нас здесь и полгода ночь. И перепады давлений, и перепады температур. Я уж не говорю о ценах в магазине. Поэтому наша пенсия должна быть значительно выше. Ну, уж не знаю, как получится. Во всяком случае, вот так было отвечено публично и на камеру. Я думаю, что так и должно быть. И, Васильевна, какие-то еще вопросы в рамках других тем, которые как раз актуальны именно для Ненецкого округа? Да, вы знаете, после того, как мы встречались с правительством, значит, у нас потом, здесь у нас было человек, наверное, 130, так. Потом у нас была встреча с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Там у нас было представителей, наверное, 18-20 со всей России пенсионеров. И вот там были заданы вопросы немножко другого плана. Они, в общем, касаются социальной жизни нашей, нашего долголетия. Ну, например, такой был вопрос, что вот есть такая наука геронтология. Это, в общем-то, наука о том, как грамотно, умно и красиво стареть. И, в общем-то, сейчас это все заброшено. У нас даже нет врача-геронтолога, хотя речь должна уже была быть и о центре геронтологии. Потому что в целом по России, да и не только по России, во всем мире, тенденция к старению. И чтобы как можно дольше жили пенсионеры, люди, как можно дольше приносили пользу себе, внукам, детям, государству, потому что многие еще работают. Зрелость – это не только возраст, это еще и ум, опыт, навык, которые надо передавать. Поэтому такие центры должны быть. И вот мы обратились к Медведеву, к нашему примеру, с просьбой, чтобы в институтах готовили врачей снова геронтологов, как когда-то. И, вы знаете, я уже после этого, он сказал, да, мы на это обратим внимание. И после этого я уже по приезду разговаривала с Ниной Алексеевной Семяшкиной, как у нас обстоят дела. Она сказала, что наших терапевтов-врачей будут отсылать на переподготовку. Это радует. То есть такая дополнительная квалификация будет? Да, это, знаете, протекание даже заболеваний у молодых и у пожилых совершенно различное. Вот есть, например, инфаркт у молодого – это сильная, очень сильная боль, потеря памяти. Это ужасное состояние. А инфаркт у пожилых – боль притупленная, потому что не всегда потери памяти. Иногда даже пожилой человек думает, а, отлежусь и пойду. А все это приводит к летальному сходу. Многие-многие болезни протекают по-другому у пожилых. И поэтому работа с пожилыми и сложнее. И поэтому там нужно дополнительное образование. То есть государство обратит на это внимание уже? Да, да. Могу тоже такая работа. Миталыч обещал нам, что он сделал, он себе пометку сделал, я видела. Сделал пометку, что в институтах будут уделять ему достаточное внимание, чтобы врач-терапевт выходил и имел подготовку грантолога. Что-то еще по медицинской части были какие-то актуальные вопросы? Да, да. Было, знаете, был такой вопрос из Сибири, что расстояния там большие, а ФАБы многие позакрывали. И поэтому, особенно пожилым людям, лечиться стало просто невозможно. Чтобы сдать анализ, нужно проехать сотни километров. Расстояния такие же там, как у нас. И вы знаете, я порадовалась за наш округ, потому что, в принципе, у нас не закрыли. Ну, в Устье, ну, там проживает сколько, 10-15 человек, Тельвиска рядом, а так больше нигде ничего не закрыли. То есть оставили возможность следить за своим здоровьем и лечиться во всех поселках округа. Был еще вопрос интересный. Задавали вопрос, что есть такие одинокопроживающие пенсионеры, которым очень тяжело покупать лекарства. Как ни старается государство, все равно лекарства дорожают. Да еще вот эти санкции, все это, знаете, накладывает на цену повышение. И Дмитрий Анатольевич себе сделал пометку, да, для пенсионеров, одинокопроживающих, надо рассмотреть вопрос ценообразования лекарств. И я тоже порадовалась за округ, потому что, в общем-то, у нас лекарства бесплатные. Это, в общем-то, здорово. Но был еще вопрос, он тоже интересный. Вы знаете, посмотришь фильмы, читаешь книги, Европа, Америка, люди вышли на пенсию и пошли путешествовать по миру. А у нас такая необъятная страна, то хоть свою страну-то успеть посмотреть. Все. Например, Байкал. Мне кажется, мечта всех поехать посмотреть, да еще и искупаться. Саяны, красотища, там такие есть столбы, там такие скульптуры из камня, которые природа сама сделала, что глаз не отвезти. В общем, поставили вопрос на том, чтобы наши пенсионеры имели возможность посмотреть красоту своей страны. Но эти билеты же невозможные дорогие. И нужно какие-то скиты для пенсионеров-туристов. Ну, Дмитрий Анатольевич себе сделал пометку, сказал, да, в общем-то, вы правы, надо посмотреть, потому что сделало же государство дешевые тарифы самолетов в Владивосток-Москва. Там он стоит дешевле, чем у нас до Архангельска. Ну, пусть бы сделал туристам дешевые билеты. Мы бы поехали смотреть свою страну. Ну, это тоже и нас касается. Конечно. Вот. Ну, еще, знаете, был такой вопрос, который нас не касается, но он интересный. Вот сейчас пенсионеры изучают компьютер. Происходит повсеместное обучение. Но во всех регионах есть университеты, институты. И, конечно, там нужно было бы принять какое-то решение, постановление правительственное, чтобы эти институты, университеты, которые занимаются обучением пенсионеров, ну, имели возможность оплачивать педагогам и как-то все это узаконить, потому что сейчас этого нет. Есть такое, что надо, вот и все. Вы знаете, здесь у нас нет университетов, институтов, но положение вещей у нас лучше. Наше местное правительство давно уже решило, ну, наверное, в года два вот, решил вопрос. И у нас, мы обучаем своих библиотеки, у нас там класс компьютерный, и наше местное правительство, наша власть решили и доплачивает этим работникам, трём девочкам без библиотеки, которые занимаются обучением. Поэтому у нас этот вопрос не стоит. Вообще надо сказать, что вот из тех вопросов, которые задали Медведеву и которые мы задавали правительству, это же я просто перечислила то, что касается нас, а там многие вопросы были, которые, в общем-то, нас и не касаются. Я должна сказать, что мы хоть и на краешке земли, так скажем, да, но многие вопросы у нас решаются раньше, чем по Российской Федерации. Вот, например, поднимался опять вопрос «Дети войны». И сейчас они, вот, новый состав Государственной Думы будут, видимо, рассматривать, ну, кризис как закончится, ну, во всяком случае, разговор идёт, что будут рассматривать статус «Детя войны». А у нас уже несколько лет «Дети войны» получают доплату. Разница? Разница. Большая разница. Это приятно, когда заблаговременно решаются какие-то вопросы. Мне вот интересно, почему так случается? Потому что в каких-то регионах более активен общественный контроль может быть. Конечно. Нет, вы знаете что? Я должна сказать, что здесь у нас развита обратная связь хорошая. Ведь Путин, Владимир Владимирович, говорит об этом уже года два. Должна быть обратная связь. Не то, что там сами правительство, что там придумают. На разных уровнях правительства. На региональном, на российском. Ведь нужно ещё слушать. Народ услышать. А у нас эта обратная связь хорошо наложенная. Мы, например, с депутатами Союз Пенсионеров, мы с депутатским корпусом, у нас обратная связь с 2004 года. Прежде чем какие-то законы принимать, мы собирали широкое правление, мы обсуждали это с пенсионерами, как лучше, что лучше. Потом, значит, какие-то... Не всегда принимались полностью наши предложения. Вовсе нет. Но, во всяком случае, они имели возможность проверить, насколько-то как. Вот, например, мы внесли, знаете, какое предложение? Его приняли депутаты. Мы внесли сейчас на общественном совете предложение, чтобы жильё в округе получал человек, который не только прожил здесь, но проработал 15 лет. Потому что, если просто прожить, это можно приехать и... Просто прожить и не вложить в округ ни капли своего труда. Это неправильно. И когда мы стали обсуждать, пенсионеры все сказали, 15 лет, пусть поработает. После этого можно его заносить в списки на получение жилья. Это же правильно. Справедливо. Справедливо. А ведь было сначала 10 лет. Вот видите, как может опыт жизненный подсказать, потом грамотно? Я так понимаю, у нас вообще активное. Вы знаете, наши пенсионеры очень активные. Очень. Вот с каким бы мероприятием к нам ни... с предложением ни выходили, какое бы мероприятие мы сами ни придумали, все очень активно. Вот мы начали чистое подворье. Так вы пойдите, посмотрите сейчас, как расцвели мирный сахалин, совхоз, сколько там цветов, как там чисто. А что такое цветок в Арктике? Это вот это лето нас балует. А в прошлое лето, вспомните, мы демисезонные пальто не снимали. Отопительный сезон, в принципе, не кончался. А они все же под пленкой, а вырастили. И в прошлом году, вот, несмотря на холодное лето, мы подвели итоги выставкой, кто что вырастил у себя и кто собрал стундры, дары севера назвали. Так вы знаете, откликнулись выставить свои выращенные овощи, и даже хрук, там клубника была, 29 человек. 29. Это же, я считаю, много, потому что это первый раз, первый раз клич бросили, и они активно. А знаете, чем закончилась эта выставка? Потом был большой стол, чай, пироги с брусникой, с грибами, вареная картошка собственного огорода. Ну, в общем, красота была. Все были довольны. Потом они имели возможность, что они могли, они еще и продали. Тима Васильевна, вот вы встречаетесь на различных форумах, площадках, поездках, вы встречаетесь с активистами из других регионов. Вы общаетесь с ними, может, принимаете какой-то опыт. Вот мы уже поговорили о том, что приятно, что у нас в регионе многие решения принимаются заблаговременно. На фоне других регионов у нас действительно все намного благоприятнее выглядит. Намного, намного, намного активнее. Вы знаете, вот старшее поколение, программа есть у нас и есть в Твери. В Твери она не работает, а у нас она работает. И работает она уже с 11-го года. Это новинка. Это в России, ну, я вам говорю, только в Твери. Это совершенно точно. Конечно, конечно, стараешься взять все, что интересно, все, что новое. Ну, вот мы начали это. Сейчас, я думаю, продолжить. И в другом немножко ракурсе. Вот у нас есть выставка мастеров-пенсионеров. Выставка декоративно-прикладная. Декоративно-прикладного искусства, если грамотно говорить. Она у нас уже, ну, лет, наверное, 17. Долго. А вот знаете что? А вот сейчас я посмотрела, а поучиться можно, знаете что? Сделать выставку бабушка и внуки, дедушка и внуки. Понимаете? Там, где совместное, совместное вот это произведение искусства, которое делает бабушка и внучка, дедушка и внук, потому что, может, и внук, и дедушка, потому что есть мальчики, которые так вышивают крестиком. Да. Вот этого мы еще не делали. А очень даже заманчиво, очень заманчиво сделали. Ну, еще что? Еще, конечно, я думаю, вот по спортивному, мы проводим спартакиаду два раза в год, а вот можно было бы сделать тоже так, дедушка и внуки, бабушка и внуки. Понимаете? У нас же пенсионеры, а вот совместное, это не только, не только смену поколений, да, это близость поколений, это каких-то преодолений совместных, потому что, это только кажется легко там попрыгал, побегал, на самом деле, прежде чем побегать пожилому человеку, потренироваться надо. Поэтому вот это совместно, это вот мы хотим со следующего года начать. Вот это вот новое. Римма Васильевна, вот на этой встрече в Липецке также была затронута тема порядка ЖКХ. Вот здесь что-то для нас актуальное прозвучало, либо, может быть, интересные какие-то вопросы действительно поднимались? Вы знаете что? Вот здесь позвучало, что, во-первых, непомерная плата везде. Во-вторых, значит, нас приглашали участвовать в контроле за платой пенсионеры повсеместно. Ну, наши управляющие конторы, конечно, лицензированы. У нас здесь ничего такого нет. Но вот капитальный ремонт, капитальный ремонт у нас, я думаю, стоит над этим поработать. Мы встречались с Аскеридом Сергеем Анатольевичем, он советник по социальным вопросам, по социальному управлению работа, мы с ним раньше сотрудничали, и мы с ним обговаривали, что неправильно, когда все-все-все вносят одну сумму 6,90. Потому что от начала вступления в строй, в сдачу дома, кирпичного, панельного, блочного, деревянного, сроки капитального ремонта приходят в разное время. В разное время. Кирпичный дом через 50 лет ремонтируют. Почему он должен сейчас носить такую сумму же денег, как тот дом, который будет ремонтироваться через 5 лет, допустим. Кроме того, эти деньги ни на что другое потратить нельзя, и они не возвращаются. Куда они? Это же личные деньги каждого. Поэтому к ним относиться нужно очень внимательно. Не каждый имеет возможность так разбрасываться деньгами. И вот, мы с ним об этом говорили еще до поездки в Липецк. И он сейчас над этим вопросом работает. Мы с ним встречались вот в пятницу. Я с Ниной Алексеевной поговорила, прилетела я в четверг, в пятницу я с ними уже повстречалась, как что у нас, потому что по свежим следам, так сказать, впечатление там и тут, сразу посмотреть. Вот, например, в Твери там разные суммы вносят. Те, которые будут вот близко ремонтироваться, это будет у них, по-моему, 5,60 или 5,40, а которые далеко, там 4,60. То есть, я не могу ручаться за точно с копеек, но 5 рублей и 4 рубля это точно, в зависимости от того, когда они будут. Потом я считаю все же непорядок, что до сих пор никто не знает, когда его дом будет ремонтироваться капитально. Нет, в газеты это нет, не поместили, об этом не рассказали. Вы знаете, человек, когда платит деньги, он совершенно точно должен знать, за что он платит, когда ему, потому что это, в общем-то, не оплаченная услуга. Он платит авансом. Он должен знать хотя бы год, когда будет строить, будет капитально ремонтироваться. Вот я думаю, мы над этим должны поработать. На уровне региона же внесены поправки, которые касаются возрастных категорий, пенсионеры. Возрастных категорий да, так здесь тоже не все у нас еще в порядке. 80-летние не должны платить вообще. А сейчас пока 80-летние получают квитанцию, идут платить, платят комиссионные за то, что они платят, а потом их возвращают. Это ведь неразумно. Система никак какая-то неправильно. Это неправильно. мы платим, мы за эту услугу еще... Какой-то сбор комиссионный. Сбор-то к нам не возвращается. Куда он идет? Это неправильно. Раз освободили, найдите путь и технологию такую, чтобы человек не платил. Может быть, это так. Вот я хочу, например, взять справку, что я живу одна. Я хочу сделать ксерокопию паспорта, где я проживаю, написать заявление, отнести этот фонд. Прошу с меня не брать. Мне 80 лет, и я живу одна. Если это нужно сделать так, давайте сделаем. Если это можно на технологию взять в социальное управление, социальная защита в департаменте, можно взять какие-то данные, пожалуйста, чтобы они сразу не выставляли эти счета. Понимаете, не надо создавать, создавать человеку портить настроение, брожение какое-то. Вот, пожалуйста, президент освободил, а мы еще должны платить. Понимаете? Не надо в этом. Это надо вообще исключать. Человек пожил на свете, поработал, у них всех большие стажи. И если президент сказал, что вы освобождаетесь, надо сделать руководство, администрации, депутатам, принять такое решение, чтобы человек действительно не платил. Вот это будет грамотно. Серьезный вопрос. А куда-то вы с ним уже обращались, как-то вы инициировали это решение? Сверидов Сергей Анатольевич над этим работает. Ждем решения. Да, ждем решения. Мы с ним уже об этом раньше еще говорили. Сегодня с ним тоже встречалось. Но он говорит, там нужно еще покопаться, поработать, и значит, тогда уже внести. Но обратная связь у нас действительно хорошо работает. Работает хорошо. Вы знаете еще что? У нас доступность начальства есть. Может, потому что регион маленький. может, потому что отчасти наше демократичное, наше все начальство, так если обобщить их, более демократично. Но доступность каждого обсудить чего-то, пожаловаться, все же есть. И обратная связь тоже есть. Ну, получается, связь с системой на федеральном уровне проводятся различные площадки вот такого масштаба, как встреча в Липецке. Да, да, конечно. Это же не первый раз. Это не первый раз. И народные фронт площадки имеют. И вот сейчас мы, потому что вопросы-то выбрали, видите, очень злободневные. ЖКХ, я же вам говорила, какие вопросы. ЖКХ, социальная защита, дальше идет у нас медицинское обслуживание. Вообще, я считаю, когда говорят медицинскую услугу, это неправильно. Это здоровье, это обслуживание, а не услуга. Слуга – это вот парикмахерство, постричь, маникюр сделать. А это очень серьезно. Здесь касается здоровья жизни человека, здоровья нации. И я считаю, здесь нужно очень серьезно относиться. Ну, вот, как показала практика, я сидела там и гордилась, потому что у нас… В нашем региону. В нашем региону, конечно. У нас значительно внимательнее к пенсионерам. Просто на порядок. Вы посмотрите, еще сколько у нас доплат всяких. К 1 октября выплата. К дню рождения у округа выплата есть. в связи с кризисом она несколько уменьшилась, там по-другому стало немножко, но все равно нет ничего, ни одна выплата не отменена. И потом у нас, ну, может быть, еще и север влияет на наше большое руководство, наше правительство, депутатские корпусы, губернаторы, замы, потому что проживание на крайнем севере очень сложное. Здесь нужно любить людей. Рима Васильевна, на этой приятной ноте мы закончим. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Спасибо большое вам за интересную беседу. Это было актуальное интервью. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова